Привет, друг, с тобой Аван. Продолжаем играть на сервере CCD плана на сервер GTA 5, всё как всегда. И что происходит тогда, когда в восстанности наступает ночь? Правильно, пацаны, гонки. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Ну, если быть прям точным, то сегодня я вам расскажу, как вас могут обманывать перекупы на аукционе. И расскажу вам и покажу баг на ускорение, вернее, это не баг, это как бы фишка GTA 5, и баг на Race Logic на CCD. Так что присаживайся поудобнее, готовь блокноти к ручку, и мы начинаем. Пацаны, а если вы думаете, что это за ешка в кадре на номере ООО 0616 регион, такая вот стоит вообще охрененная, то эта ешка не моя, хотя вы сможете сказать, блин, а как ты на ней катаешься, если она не твоя, у тебя она в F3 есть. Ну, я попросил у Андрюха Линка, тебе большое спасибо, большое спасибо за информацию, которую мне предоставляют. Что я хотел сказать, буквально в октябре, в сентябре, я не помню когда, добавили на сервер такую систему, как Race Logic. Давайте я включу чат. Вот, нокаун активируется, это специальный прибор, который меряет 0,100, 100, 200, 200, 300, максимальная скорость, именно на сервере CCD планов. В реальной жизни он меряет еще 100, 0, плюс квоттер, плюс полмили, и т.д. и т.п. Так, я немножко скрутил звук, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, посмотри, что делает молодой на ешке. Как нормальные пацаны в жизни, которые купили мощные автомобили, что они решают сделать правильно? Помериться письками. А на быстрых автомобилях, как можно помериться письками правильно? Это 0,100, 100, 200, 200, 300 и квоттер. И CCD это не исключение, здесь пацаны также меряются письками, у кого как тачка едет до 0,100. Почему я назвал этот ролик «Как вас обманывают перекупы?» Потому что при заходе на аукцион, вы видите там McLaren 0,7 до сотни, GTR 0,6 до сотни, 0,7 до сотни. Да, это возможно, если этот автомобиль на старом чипе. Что такое старый чип? Это при открытии сервера была одна система чиповых с одними значениями. После этого некоторые настройки админы урезали и урезали максимальное число, которое доступно при настройке. То есть, например, ускорение там было, сейчас просто для примера там 3,8, да, они сделали 3 максимум. И когда ты заедешь на чиповку, у тебя будет писаться там 3,8 с 3. Ну, это типа означает старый чип. Тачки на старом чипе, во-первых, стоят очень много. Они офигенно едут 0,100, офигенно рулятся. Но на старом чипе пацаны по рынку тачки продать не будут, поэтому сразу на юб. Также они могли сделать через специальную программу, я не помню, как она называется. Короче, можно менять хендлинг автомобиля. Он будет показывать, как будто чип новый, но по факту он будет ехать как старый. Это тоже такая дища есть. Но самый распространенный способ, как вас могут надурить, это багом на RaceLogic и на тонировку. Это мы поговорим позже. Сейчас давайте просто подъедем в аэропорт и замеряем стандартные значения. Как бы все нормальные люди меряются в аэропорте, потому что здесь нету кочек. А как мы знаем, GTA 5 при наезде на какую-то кочку у тебя появляется ускорение. В аэропорте нету никаких кочек, поэтому здесь чистые цифры. Значит, как мы можем багнуть 0,100, 100, 200 на сервере? Первое это багом на RaceLogic. Второе это багом на RaceLogic плюс трасса на кочках. И третье, самое популярное, как можно сделать вообще заоблачные цифры, это баг на RaceLogic, это кочки и это баг на тонировку. Не знаю почему, если ты меняешь тонировку на CCD, у тебя тачка начинает быстрее ехать и лучше управляться. И с помощью вот этих трех пунктов мы можем добиться прям очень жестких цифр. А, и кстати, что самое странное, мне показали, что если в тачке находится 2 и больше человека, она едет хуже, чем ты едешь сам в тачке. Я думал, ну в жизни это понятно, типа масса меньше, тачки едет быстрее, окей. Но я не думал, что в игре 2013 года, 12 года, такая херня реализована. Она показывается реализована. Например, вот сейчас я сижу с Андрюхой, да? Вот сидим, раздуваем тачку, урубаем RaceLogic, отпускаем. Она едет 1.00100, 1.300200 и 3.4200300. Давайте напишем в чат, чтобы не забыть, как бы, вот так. Давайте еще раз проверим, на всякий случай, чтобы удостовериться в правдивости нашей информации. Раздуваем, урубаем RaceLogic, отпускаем. 1.0, 1.3, 3.1. Лучше поехало. Только самое обидное то, что перед началом ролика я записывал, и она ехала 1.5200, ну да ладно. А теперь Андрюха вышел, и мы просто раздуваем тачку, урубаем RaceLogic и едем. И по идее, она должна ехать быстрее. 1.0, 1.1, 2.9. Я не знаю, как это работает, можете сказать, может это просто повезло, но давайте еще раз проверим. Раздуваем тачку, урубаем RaceLogic и едем. 1.0, 1.1 и 2.9. Тупо мы скинули Андрюху, и мы скинули по 0.2 секунды и 100.200 и 200.300. Теперь какой же баг на RaceLogic? Мы получается встаем все так же. Просто нужно отпустить пробел, то есть ручной тормоз, и в этот момент врубить RaceLogic. И чтобы он выезжал, а мы уже ехали. И тогда цифры багаются. Значит, сейчас мы нажимаем резко К и резко отпускаем ручник. Вот, отпустил 0.6, 1.2 и 2.2. Конечно, 100.200 такое, а вот 0.100, чем мы, как бы, вот этот синхрон добьемся лучше, тем меньше у нас будет 0.100. И то мы сейчас поехали 0.6. Как вы видели, мы четыре раза ехали, мы ехали по 1.0. Сейчас мы поехали 0.6. Еще раз говорю, тачка на новом чипе. Просто баг. Давайте еще раз повторим. Вот, раздуваем. Нажимаем К и резко отпускаем ручник. 0.7, 1.1 и 2.7. Ну, как бы, да, цифры немножко похуже, потому что 200-300 было 2.2. Ну, 100-200 было 1.6 вроде или 1.3, не помню. 0.100, 0.7. Короче, с этим багом на RaceLogic тачки едут на 0.2-0.4 секунды быстрее. Была бы эта E-шка, была бы эта E-60, лансер, гелик. Например, гелик у меня ехал 1.4-1.5. Я беру и еду 1.1. На нем. Нормально. Теперь, пацаны, мы едем на дорогу с кочками и проверяем ускорение там. По факту, дорога с кочками, это любая дорога в городе. Может это быть здесь. Может быть где-то вот здесь. Где-то, я знаю, очень много кочек. Вот где-то здесь. Либо по этой трассе. Либо по вот этой трассе. Реально, очень много кочек. Даже, подожди, даже по идее вот здесь. Вот здесь очень тоже много. Но мы приехали вот сюда. И здесь, в принципе, прямик есть с горки. Мы просто берем без бага, раздуваем тачку, врубаем race logic, ждем и отпускаем. Она едет 1.0, 1.1 и 2.6. Как мы помним, 200-300 было максимум у нас 2.9. Сейчас у нас 2.6. Но если прям по хорошей дороге поехали, где вот здесь больше кочек, как бы, то можно разогнаться намного быстрее. Например, давайте вот встанем во второй раз. Вот, например, вот так. Раздуваем race logic, поехали. 1.0, 1.3. Но сейчас очень херово. 2.5. Ну, типа, можно нормального соотношения добиться, если найти нормальную дорогу. Теперь просто самое важное в этом ускорении это тонировочка. Потому что, если мы сейчас накинем тонировочку, тачка поедет, по идее, на 0.3, на 0.2 секунду быстрее. Просто тонировки. Конечно, это было раньше прям очень жестко. Когда сер был только открыт, то есть в августе. Но сейчас они типа пофиксили, но не до конца. Поэтому, Андрюхи, сначала скидываем до 60%. Вот. И теперь тачка должна у нас быть острее. Вот. Вот. Вы видите сразу, какое ускорение дикое пуляет? Смотри. Не едет, а потом просто пуляет. Погнал. 0.9. 1.3. Но это чисто моя уже ошибка из-за того, что я влетел. Но вы видите, как сразу она ехала 1.0, а с тонировочкой начала ехать 0.9. Мы уже скинули одну секунду, но это на плохой дороге. Если мы встанем, например, на другую дорогу. Кстати, вот здесь вверху тоже норм дорога. Поехали сюда. Андрюхи, вот этот Кадиллак вообще на старом чипе 0.7 с тонировкой едет. Давай на третий гудок. Раздуваем. Смотри, смотри, что он делает. Он просто улетает. Но эта тачка на старом чипе окей. У нас едет Мэрин уже 0.9, 2.5 и 1.5. Как бы 0.100 с тонировочкой лучше. Потому что тонировка влияет только на 0.100. Давайте раздуваем, покупаем рейс лоджики. Поехали. 0.9. 1.3. И 2.0. Лучше. Лучше. И теперь самое главное. Поехали в аэропорт. Знаешь что, приехали мы на начальное место в аэропорт. Давайте просто замерим. Как бы без бага. Просто раздуваем, врубаем рейс лоджик. И отпускаем. 0.9. 1.4. И 2.1. Потому что именно на ежку тонировка влияет именно после 200. А надо 200 так себе, как будто затуп турбояма. После 200 она начинает прям очень дико ехать. Поэтому тонировочка у нас будет влиять на 200-300. Раздуваем, врубаем рейс лоджик. И погнали. 0.9. 1.3. И 2.1. Но это лучший результат, который у нас есть. И давайте сейчас просто попробуем врубить рейс лоджик. Ну вернее с багом. Андрюха на Кандиллаке он сделал 0.4. 0.7. Вообще 0.100. Короче, мы подъезжаем. Раздуваем. Как 0.5. 1.4. И 1.8. Ну 200-300 прям хорошо поехало. Ну как бы 100-200 прям такое. Но то, что 0.5. Как бы 0.100. Это прям заебись. Давай попробуем добиться 0.4 где-то. Выбираем. К. Пробел. 0.5. 1.4. 1.8. Ну да, из-за того, что тонировка влияет на 200-300. Андрюхи случайно подрезали. Sorry. Ешка что-то 100-200 прям очень плохо едет. Прям очень плохо. 0.6. 1.3. Спасибо. 0.6. 1.4. И 2.0. Ну короче, лучший у нас результат это 0.5. 1.3. И 1.8. 0.5. 1.4. И 1.6. Это из-за того, что мы сортовали из травы. И нас заработали кочки. Но это получается лучше реально. Реально. Андрюха мне закинул в дискорде пруфы. Что-то дело киет 0.3 и 0.5 на тонировке. И на баги race logic. Вот вам в принципе скриншот. 0.100. 0.3. 100. 200. 0.5. Я понял. И кстати да, если вы перереспауните автомобиль или перезайдёте на сервер, то тонировка работать не будет. Вот вам нужно будет её опять как бы ставить. И тогда баг появится опять. Всё, мы дуэль чисто. Он на старом чипе и на тонировке. Я без ничего. Просто смотри как он улетает. А, и всё. По максималке я чисто обхожу. И всё. Ну в принципе у меня на этом всё. Теперь вы знаете как эти перекупы делать неебические зифры на аукционах. Как их тачки едут 0.7-0.6. Вы их покупаете. Они у вас едут максимум 1.1-1.2. Вот так это в принципе делается. Пиши в комментариях знал ли ты об этом баге или нет. Если ты знаешь ещё об каком-то интересном баге, можешь написать тоже в комментариях. Всё считаю, всё смотрю, всё лайкаю. Обязательно нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Я думаю он тебе понравился. Не забывай подписываться на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного и весёлого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Никогда их не пропускать. Ну с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи пацаны. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok